Уже смотрим, как заканчивается драфт между командой Эмпайр и АФК в лесу 20 минут. Что они нам показывают? Сегодня уже далеко не первый ОД, и все проигрывают. Слушайте, у ОД вообще, мне кажется, за последние полгода отвратительный винрейт. То есть даже не в рамках этого патча, а в рамках последних патчей. При этом герои почему-то рейтятся, что странно. Ну, рейтятся опять же ласпиками какими-то, пытаясь кого-то где-то закрыть и продолжать проигрывать. Вот это и удивляет, потому что обычно, когда герои, может, еще какой-то патч ему изменили, и люди понимают, что уже не заходит, он потом выпадает из мета здесь же. Сегодня Кунки в соло проиграл, кому-то год, по-моему, стоял, да, на этом Кунке? Не, ну а у тебя же как раз Кунка является хороший контроль. Не, я понимаю, но он просто в соло именно проигрывает, уже персонажи многим. Там были вот эти снайперы и так далее, да, парочку персонажей было, которые против ОД стояли, а тут уже и Кунки появились, и Милишнику уже ОД проигрывали. А, кстати, а что это у нас за... Я тебе потом расскажу, Иван. Я просто подумал, может, это... Нет, 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 спрячь и не поле, это потом нужно будет. А, да, хорошо, извините. Это не нужно было показывать. Не знаю, просто лежит как бы весь день, я думаю. Я тебе сейчас объясню, но не на камеру. Ну мне просто не объяснили бы. Руин! Да, да. Такой сюрприз испортил. Забудьте последний. Да никто даже не понимает, что это такое, все равно. Я понимаю, Иван, испортил сюрприз. Испортил сюрприз, я сам не понял, что происходит. Ну ладно, это не важно. Не важно. У меня Найт появляется у нас. Что, получается опять визаж главкор? Ну да. Ну да, он очень круто смотрелся с предыдущей игре на первой позиции. И ты, мы хорошие были. Будет очень интересно, что опять, если вот сейчас соберется Эмбер через физдпс и развалит. Я думаю, они поправят свою ошибку. Я про то, что будет ли он потом корить себя, что не сделает такой игр в первой игре. Ну я думаю, будет. Ну потому что здесь нужен. Но если у тебя физдпс и провалится, то не будет. Надо было гнуть дальше свою линию. А тут у тебя гвардия, наверное, уже. Ну кстати, кстати, кстати. Кроме шуток, у него действительно здесь будет га. И вот уже подумать по поводу физдпс. Сейчас будет. И тут внезапно появляется тот же самый Мур. Что-то у Эмбер все вот как-то одинаково. Новый тренер. Что он тренировали, то и показывает. Арзик, Арзик. Ситуация патовая. А что брать-то? Я не знаю, опять герои. Просто плохо сыграли. Берите то же самое. Пока все нормально, парни. Какой счет? 1-1? Отлично. Играбельно. Играбельно. Ну что же, драфты сделаны. Они закончены. И давайте приступать к просмотру этого матча. Эмпайр сейчас будут пытаться вернуться в квалификации. Ну а комментировать будут, конечно же, Лекс и Форс. Я бы не сказал, что Эмпайр куда-то уходили, на самом деле. У них все нормально. У них 1-1. Они пока в таблице держатся уверенно. То есть делать выводы рано. У нас есть команда Вега. Вот у которой реально огромные проблемы. У Вега сейчас 0-2. И вы сами понимаете, еще одно поражение. И там уже выйти в плей-офф будет проблематично трудно. Учитывая, что в плей-офф выходят 4 команды. 4 команды, соответственно, покидают квалификацию. И квалификацию Вега прям на грани. А у Эмпайр все стабильно. У команды Санейка, в принципе, пока тоже. То есть 1 победа, 0 поражений. Говорит что-то рано. Сейчас заберут 2-ю карту. Это уже будет сенсация. Потому что единственная команда, наверное, про которую никто не говорил. Говорят, что Санейка есть на открытой квалификации. Все такое. Там стак. Но по факту больше ничего не говорили. Что там Санейка пройдет. Друг. Ну, скорее на Na'Vi. Все стали, чем на команду Санейка. Все-таки с открытых квалификаций очень много было слотов. Но там и команда много хороших участвовала. Да. В конце концов. Поэтому, ну, имперцы. Прошлая карта получилась тяжелой. Ребята достаточно долго отдыхали. Сколько у нас? Минут 15. Была пауза. Потом пошли пики. Ну, нужно было отдохнуть. И надеюсь, что сейчас все будет у них хорошо. Должно быть хорошо. Потому что... Ну, предыдущая карта, она была... Уже многие обсуждали, что... Мне кажется, по глупости проиграно. В какой-то степени, конечно же, хорошо сыграли и Дайер. То есть, там как раз от Виседжа пошла игра в какой-то момент. Начали очень агрессивно действовать гамбиты. Забрали вышки, забрали Рошана. Рано или поздно. Но Эмпайр держали эту игру практически у себя в кармане. 6-0 Эмбир Спирит, который на центре уничтожил Манки Кинга. Хотя такое не должно было произойти. Как раз должно было быть все наоборот. Это МК должен был уничтожить Эмбиро. Так, смотри, тут Смоук. Неужели просто повардить Смоук? Нажали и все. Или куда-то хотят выйти поубивать. Просто они так идут уверенно прям вперед, знаешь. Есть, конечно, варды, понятное дело. Сентри плюс опс. Давайте смотреть. Но там, слушай, а там на топе уже нашли птичку. И за ней уже погоня. Да, убивают Визажа. Ну, убивают не убивают, но... Домажат очень сильно. У него пока не прокачено пассив. Мне кажется, только начало, потому что... Сейчас еще будут спамить? Авг 20 лес, они могут... 20 лес могут выходить. Да, 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 да. Санейка здесь. Должна быть сетка. Санейка. Сетка полетела. Ну, Гостика придется, видимо, продать. Есть еще задувочка. Мипошка рядом. Замедление на Гостики. И это... Это Ферстблад забирает... Правда, у нас Джакира ФБ. Жалко не получилось оставить Визажу или Омни Найту. Ну, а что поделать? Мипошку, кстати, тоже могут подцепить здесь, если еще один Брэсфайр. Все-таки сетка. На бодиблок отправляется Джакира. Да, вот. Брэсфайр и отличный бодиблок. И тут Дезраптор просто зажали. Втроем. Дайер. Да, молодцы. Зазабрали все-таки ФБ. Забрали частично баунти руны. И легкое преимущество уже получает у нас команда Дайер. Прекрасно. Сейчас Нага может провардить, правда, на Вижене. Да, это будет вард на Вижене. А, стоп, это сентри. Значит, они идут девардить? Или сенек идут блочить спаун? Понятно. Ну, если этот спаун будет заблочен, и если Эмпайр нужно будет его разблочить, то это сделать совершенно нетрудно, потому что Зевс, который на первом уровне качает Лайтинг Болт, он легко варды все убирает. Интересная линия в топе такая. Получается два дракона. Пока Виж слабоват, пока у него не подкачаны фамильяры, не подкачана пассивка, его легко можно пробивать, легко дамажить. И этим наверняка будут пользоваться имперцы на этом лайне. И в миде противостояние Эмбера и ОД. Интересно, кстати, кто у нас на Эмбере в этот раз. Наив. Наив в этот раз. Повторяется ситуация. Соответственно, на легкой... Слушай, у нас снова Морфник, у нас снова Эмбер. Но здесь нет дума. Вот это прекрасно. Но Омни Найт как-нибудь мы переживем его. Поэтому я думаю, что у Фэна здесь на карте все будет точно лучше, чем на Греб Муши. Мне кажется, Омни Найт как раз страдает от Зевса, от Морфа и от Эмбера, потому что он может повесить репл только на одну цель. Гвардин Энджел спасает от физического урона. Там, кажется, от Джекира. Он, видимо, заспамил просто все ресурсы и умерел. Боже, умер. Короче, он это сделал. Мы такое видели уже на открытых квалификациях. То есть это намеренная смерть. Потому что если ты умираешь от нейтралов, ты, наверное, умираешься долго. А если ты умираешь от тавр, ты там даешь каждому герою по золото 20, что, в общем-то, не очень много. Да-да-да. Поэтому весьма целесообразно. Так раньше поступали, убиваясь от нейтралов. Когда не было вот этого дикого спауна в 26 секунд даже на первом левеле, ты мог проспамить просто все ресурсы, потратить все здоровье, выбить часть регена у хардера или у мидера и пойти просто там от Рошана умереть или от нейтралов, от эншентов каких-то. И довольно быстро заспамниться, прилететь с телепорта и продолжать спамить своими скиллами. Сейчас это уже нерационально. Лучше вот просто пойти и умереть от Т2-вышку, не дав сопернику опыта и подсыпав умов совершенно небольшое количество золота. Уверена пока что чувствует себя наив на центре. Обычно Эмберспирит проигрывает. Лайнинг ОД. Причем проигрывает достаточно серьезно. Здесь мы видим то, что наива пока что получается. Там должны выкачиваться аркейн арбы у ОД. Ага. Ну тогда он проиграет эту линию, скорее всего. Ну не проиграет, то есть ему не удастся уничтожить Эмберспирита. Эмберспирита прям глобально уходит Эмберспирита. Притом не на базу, уходит на Т1. Есть у нее реген и вообще не потеряет. Но если бы он ушел на базу, это на самом деле лучше бы он умер тогда. Потому что уходишь на базу, тебе безжать пешком нужно регениться. Омни Найт погибает. Да. Погибает не на топе. Птичка живет. Один удар от Дезраптора. Его хватает с запасом. 4-3. Да. И еще одна причина, по которой Морфлинг хорош против Омни Найт. Точнее не одна, а две. Так. Кажется, умирает у нас. Мепошка из Инвиза выбегает Санейка. Довольно много золота, кстати, получает за саппорта команды Эмпайр. Целых 270. Хороший показатель. Морф большим демеджем обладает. Легко ласкитит на лайне против Омника. И плюс он может в него превращаться, вешать на себя репел и себя лечить. И это очень круто. Сала Самшан. Но гостика здесь не отпустят. Душат. Душат, да. На топе, конечно, не очень мощная. Дуал Брис, сетка. Грейф Чилл, Сала Самшан. Дизраптор пришел. Но вот это вот это очень зря. Не совсем понятно. Мепошка стоит в арт. Если это еще прокликали, так это вообще будет... Это будет супер печально, да. 4-6. Да, снова СНГ Дота. За 4 минуты мы увидели уже 10 убийств. Не дает нам заскучать. Но мы уже заметили, что верли гейма не дают. Бывает, что мид гейме там. Команды начинают очень аккуратно играть. На верли прям не скупятся на постоянные выходы убийства. Снова гостик. То есть он погибнет. Это прям будет очень-очень неприятно. Он только с телепорта. И он погибнет. Сала Самшан сейчас зарядится. И гостик даже не требует от Сала Самшан. И убийства для Джакиро. Продолжают в топ идти игроки Эмпайр. Не хотят оставлять арка здесь на фулл фрифарме. Но пока не удается помешать ему фармить. Вот он уже начинает, точнее, набирать крипов. Войформ от ФНА. Продолжает атаковать он Флоу. Флоу использует фласку. Живет какое-то время. Еще один перификейшн в кулдауне. Перификейшн. Подлечить тебя Омни Найт не может. А тут зазонили ОД. Мипошка все-таки приходит в центр, а не в топ. И помогает своему мидеру. А топ лучше просто пока оставить в покое. Когда там три героя, там бессмысленно находиться. Из-за большого количества замедления. Никому из Эмпайр не удается уйти. Арк пытается законтролить паунтируну. Ему это удается сделать. Но тут он попадается на глаза Мипошки. Который глимсует его под Тандерстрайком. И это фраг. Не уверен, что оно того стоило. Но уж как есть. Ну вот уже 7-7. На центре Эмбер. 25 крипов. Но у Дэни намного меньше. 24. Тут Санейка находит вард. Ставит свой. И на центре Эмбер возвращается назад. Санейка просто в погоню за Мипошкой. Мисс скан отсел тьмы. Пока бестмастер играет очень аккуратно. Еще один вард от Санейка. Но тут уже ничего найти не сумел. Гостик. Да, неплохо было бы подстакать, конечно, лес для бестмастера. Чтоб он потом его смог подфармить. Ибо здесь сейчас на лайне стоять очень сложно. Когда подходит Джекира, уйти Гостику не удастся. А тут еще и шестой уровень у Арка появится очень-очень скоро. Да, его оставляет спокойный опыт получать. Старается Джекиро опыт вообще не ворвать. Мипошка здесь. Санейка. Ой, в невидимости. Санейка оказывает осетка. Сала Самшан. И просто догорит от Джекира. Еще одно убийство на бестмастере. Смечается Зевс. Оставляет морфлинга вообще одного. И слушай, хорошо. Да, Джекира убивают. И фраг оставляет именно Зевсу. Зевс получает, правда, осетку. Сам Сала Самшан. Прилетает сюда Эмбер. Зевс. Все-таки удар от Визажа последний получает. Но Арк при этом погибнет сам. Санейка попытка сделать телепорт. Чайнов больше нет. Топоров урона не хватает. Но сместился Эмбер. Сюда пришлось помочь. И пока фрифарм ОД полный. Ника Бэйби в этот момент добивал абсолютно всех крипов. Все-таки взял на единичку Аркей Норб. Нестандартная прокачка, мне кажется, на лайне против Эмбер Спирита. Я пока не совсем вижу, что вообще может помешать этому Эфену в принципе эту игру выиграть одному. Он стоит на линии, он чилит, он добивает все. И как ему мешать в мидгейме на сороковой минуте, я не совсем представляю. Видишь, на предыдущей карте мы думали аналогичным образом. Там, конечно, был Дум, который, в общем-то, по сути, игрой эту, скорее всего, и выиграл своими грамотными ультимейтами. Все-таки на той линии фармил Дум, а тут он мне на тне фармит. Прямо то, что это Дум, так он еще и имел хороший фарм. Он убивает снова птицу, птицы садятся, но это не мешает Гостику. Плохо хранить команду раньше времени, но прям как-то прям разнос полный. Опять же, учитывая, что Морф стоит, Экспица, Омни Найта гоняет один, уже пушит. И совсем скоро эту башню сможет забрать. Да, башня упадет. Глифа уже нет у команды Санейка. Да, здесь все-таки, повторюсь, у имперцев хороший драфт, очень хороший. Все у них прекрасно на стадии вирлигейма. Это значит, что и в дальнейшем у них не особо должно возникнуть трудностей много. Санейка, кажется, убьют здесь. Он попытался уничтожить мне пушку, но у того осталось всего лишь 40-30 примерно хитпоинтов. Знаешь, такой пик у импайра. Если прям не зальют суперсильно, то все будет отлично. Но в принципе на топе назвать это «зальем» нельзя. Залить эту игру еще сложнее, чем залить предыдущую, если честно. Приходит ОДН на хосте, нет маны у эмберспирита, возможно... Есть ремнаж, ну слушай, стики может какие-то или что-то. Ну просто эмбер убегает. Там не успел Санейка подойти дать сетку. А у Ди, знаешь, как-то не захотел активно идти. Откровенно говоря, борзеет в боссе. Откровенно говоря, борзеет. Сюда телепортируется ОД, но телепортируется зря, потому что FN в новой форме просто уходит. А страшно, когда он борзеет, а ты не можешь его никак наказать. Да, в этом-то и есть основная загвоздка пика команды Dyer, что наказать Марфа здесь просто-напросто нечем. Ты вот, опять, и на предыдущей карте тоже было особо наказывать нечем. Там, видишь, был Дум, но Дум-то был всего лишь один на одного из коров только. То есть ты его вешаешь либо на Марфа, либо на Эмб Спирита. Вот и долгое время возникали трудности. Там, конечно, ловили одного из героев, но все равно имперцы сражались и вчетвером против пятерых на 25-30 минуте. Это уже только потом, когда артефакты хорошие появились у Визажа, Хекс, Блатторн, там много зарядов в Спирит Веселе появилось. Вот тогда уже, конечно, начали гамбиты играть очень серьезно. Вот здесь же Дума нет вообще никакого. То есть дизейблов еще меньше. Надежда только на какой-то искусственный дизейбл в виде Хекса, который может приобрести ОД. Ну или на то, что Визаж тоже очень сильно будет доминировать в мидгейме, как это было на предыдущей карте. Он пофармит, 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 возьмет Доминатор плюс Солар и пойдет забирать вышки, забирает Рошана и захватит контроль на карте. Как будто бить Морфлинга. Давайте посмотрим, что из этого получится сделать. Визаж внизу, есть птицы. Пока ОФН наглеет, не понимает, что тут много кого есть. Санейка, сетка, все. Или Айспас. Айспас им попасть будет круто. Нужна помощь. ОФН перекачку использует. Есть у ОФН ультимейт. Может быть, в смысле использует Айспас, например. ОФН так и сделал, но вот Айспас дать не сумел. Не стоило вообще ультимейт использовать, он выживал после перекачки. Выживал? Ну, конечно. У него перекачка работала, окончилось бы действие сетки, и он бы, скорее всего, выжил, мне кажется. А так он превратился в Джакира, а перекачка в этот момент прекращается, нетрудно догадаться, и тебя легко убить. Санейка. Очень больно нажимает. В последний момент Стики, теперь проблему на Ива. Сантиклипс бивает Эмбер. В момент ультимейта УД просто улетит на Римнанте. Не знаю, побезло, тут ли он прям среагировал, наверное, скорее он просто хотел уйти, а тут так совпало, что решил уйти ультануть, и Эмбер жив. Идет даже не на Шрайн, а просто идет на базу. У него сейчас от кулдауни Царемнанта, он его оставит, и потом с базой телепортируется, вполне вероятно. А может быть, просто, ну, в смысле, телепортируется, если надо, будет ему куда-то в другое место идти, а на Лайн он мог бы вернуться с Римнанта. Ну, да ладно, в итоге. Придется потратить телепортацию на линию. В этом нет ничего страшного, все равно ему еще нужно какое-то время пофармить. Эмбер после того, как погиб в боте перемещается в топ, и начинает разрушать помаленечку вышку здесь. Его прикрывает Мипошка. Мипошка уже шестого уровня, есть Статик Шторм. Достаточно мощно смотрится такая пара, как Морф плюс Дизраптор. Если сюда придет какой-нибудь Омни Найт, ему сразу же можно будет навешать. Какой-то другой герой тоже вряд ли выдержит. А так, канал Д, выходит на И, сразу же есть Слип, есть Астрал. Будет Айспас, понятное дело, комбинация супер простая, супер действенная. Помочь, наверное, нечему. Есть, конечно, Тейн, есть Девс, хотя, слушай, смотрим, Девс Ультимейт. Верхняя погибает Жакиро, Эмбер выживает. Что? О, невероятно, Статик Шторм, Уди, не успевай тебе закрыть в Астрал, в итоге так же погибает. Есть Рор, Омни Найта, просто за контролем, не дали ничего ему сделать. Птицы садятся, мимо. Мипошка жив, тут регенерация для него, можно забрать Эмберу, положить в бутылку, это будет еще круче. Еще и Девардит при этом Мипошка. И отличная драка, а вот и на ФН. ФН пришел, ФН пытается пробить арка, ФН подсетка, перекачку используется. Найс, пас по-двоим, макропиры нет. И пытается, что Эмбер, что Морфлинг, просто уйти. Да, телепорт от Мипошки, все уходят. В итоге, ну, учитывая, что команда именно с Анейка начинала драку, Имперцы смогли круто ответить, оказались без потерь. Да. Жакиро, кстати, прокачку интересно, да, и с паса 2 берет. Потому что это единственный дизейбл такой сильный у Дайер, Который позволяет ловить под сон Наги. Комбинация скиллов, честно говоря, так себе. То есть тебе нужно долгое время ждать ультимейт Наги, Потом куда-то с ней бежать, использовать этот сон, попадать айс пасом. Ну, это не трудно, но тем не менее. То есть когда ты можешь раз там в несколько минут использовать свои способности для того, Чтобы кого-то убить, это говорит о явном недостатке твоего драфта Относительно пика соперника. У соперника в этом плане все намного проще. Имперцы имеют рор, имеют глимс. Зевс может там, если что, сбить тп-шку при необходимости. Эмберспирит, я вообще молчу. То есть он может очень далеко бежать за соперником. Такая смешная фанта в этом форме УД. Да, убивают. Далекий фраг для команды Эмпайр. Здесь это причем мидер дайеров. 7000 перевеса, если что, на 14-й минуте. На прошлой карте у нас перевеса не было, несмотря на счет разгромный. Там был счет, по-моему, на пике 23 или 24. Да, да. А тут как бы счет практически равный, но 7000 это очень много. Здесь проблема в морфе, который отлично отстоял. И в итоге у Омни Найта просто 2700 золота. Это крайне мало на 13-й, на 14-й минуте для третьей позиции. У него даже саул ринга нет, видишь? То есть он там играет с фейзами и без саул ринга. С маной мы видим проблемы возникают. 30-75 с манопул, но это очень мало. То есть у ультимайт прокачиваешься, тебе реально там ману не хватает. Даже на 3 лечения не хватает. 130-130-130. Еще кто-то сайленсера не хватает у Райден, прям для полной картины. Чтобы интеллект воровать, да. Ну, когда играешь против сайленсера, в таких тяжелых играх лучше просто аркейн тапки купить на Омнике, на Брюмастере. Это как раз герой, которым, как правило, маны не хватает на частые прокасты. Просто берешь себе арканы и ты можешь несколько раз еще фидануть интеллекта этим героям. И, тем не менее, особых трудностей испытывать не будешь. Собираются в пятером на центре Дайер. Возможно, будет попытка использовать Смоук сейчас. Как раз есть ульт у Наги. Да, вот он Смоук. Появляется еще медаль Курвизажа. Визаж идет отпушивать. Ох, какой хороший. Хороший контрольный ульт от Зевса. Дает понять, что соперник активировал Смоук на своем шрайне. Слушай, а сопернику такое ощущение, наплевать. Да, Эмпайр. Так Эфену, по-моему, тоже наплевать на это. Перекачку он подрубил. Но тут, правда, сейчас интеллекта накачает. Айспас, ультимейт от ОД. И ФН использует. Ну, что-то ОД не очень много накачал, на самом деле. Шесть интеллекта. А, наркалорпадзи. Первый, первый Аркейн Орп. ФН. Все-таки должен он умереть здесь. Че, и Саня, и Эклипс. Ну все. Теперь можно попытаться подраться, даже несмотря на то, что морфлинга нет. Идет Эмбер. Арк убивает Мипошку. Два в один. Пока не очень крутой размен. Птицы садятся одна. Вторая удара на 2D. Я все-таки понимаю, ребята, вы увидели... Они же увидели ведь Смоук. Они увидели Смоук. Они видели, что герои в Смоуке. Они знали то, что сюда... Абсолютное безразличие. Как-то странно. Прям ФН вообще не шелох. Они думали, что соперник типа развернется, наверное, да? И не пойдет, может быть, как-то такая идея. Ну да, он подумал, что вот он стоит так красиво фармит ХГ. Соперник начнет заходить на это ХГ. Смоук развеется, он развернется, побоится, не пойдет дальше. Возможно, таким образом он думал. Но соперник оказался не из робких. И ОД даже вот с такой прокачкой против Морфа и Эмбер Спирита, которая, ну, в общем-то, не должна работать. У него в единицу был Аркейн Орп. Он все равно умудрился нанести нужное количество ударов, кастануть ульту, бить Морфа. И впоследствии еще одного там героя удалось догнать. Дайр. Ну вот с таких, как бы, легких камбэков и начинаются проблемы. У вас все было отлично. На ранней стадии игры вы позволили себе какие-то вольности впоследствии в мидгейме. И вот уже вы отдаете сопернику Рошана, потому что у него Виседж. Вот вы уже боитесь выйти, потому что у Виседж появился Хекс. Вот вроде бы и ОД Блэкинг Бар появился. Опять контрольный ульт от Зевса. Посмотреть, что и кто где есть, кто чем занят. Не такой большой кулдаун у Зевса. Даже там одна отсутствия таланта. Тем более, это саппорт Зевса. То есть, ему не нужно этими ультами стилить. Почему на ранней стадии игры Зевс не хочет вот просто так брать и давать ультимейт. Когда нет никаких подозрений, что соперник Смоук использует или Рошана древает. Потому что своим ультимейтом Зевс иногда может стилить фраги. И это полезно. Потому что Зевс должен набирать артефакты, должен набирать экспу и как можно скорее выносить себе линзу Аганим. Желательно еще там какой-нибудь блинг или там может быть какой-то еще промежуточный артефакт. А это Зевс четверка. Он фраги стилить. Ну, если может, то хорошо. Если не может, то ничего страшного. Поэтому можно ульту кушать. У Наги Слипа пока нет. Может там совсем много для него остается. Уже слишком. Да, 15 секунд всего лишь. Оди под Репелом. Есть у ребят еще и Вард. Но тут просто отходят и те, и другие. До конца не пошли. Атака завершена. Можно просто попытаться забрать Т1. По-прежнему Мортлинг в арме. 9 Канатвор за 18 минут. Визаж Доминатор Медальон. Натворост на самом деле не самый высокий для кэри птицы. Могло быть намного больше. Да, Визаж. Герой исключительно атакующий. У нас там атака. Дезераптор сетку получил. Но его продают. На самом деле продать Дезераптор размен на Т2, я считаю, это выгодно. ФН забирает Т2 уже. Дезераптору там дали две сотни, но это вообще копейки. В общем-то это ничто. Но тут все-таки стратегически важно забрать Т2. Контроль появляется дополнительный на карте. Приятно. К тому же Эмпер тоже сплитпушил. В пятером в этот момент находились Дайер рядом с Т1 вышкой. Заганкли только Дезераптор. Очень наглый выход в Рошпит. Заспавнился дабл дэмэдж. Вот в общем прикол. Перекачка полностью в ловкость. Итого мы видим какие-то неадекватные цифры для 19 минуты. Ну тут фортуна. Не было в ДД, я думаю, что они пошли бы. Да и не смогли так быстро убить. Да, определенно. Повезло Эмперцам. Круто. Круто. Я фантис при Саегисам. И два раза убить его точно не получится. У Эмпайр стоят крайне глубокие варды. Не у Эмпайр, точнее, а у Дайер стоят крайне глубокие варды на стороне Эмпайр. Но поскольку на рунах вардов нет, увидеть то, что сотворили сейчас Эмперцы, не получилось. Ну то есть если ты видишь дабл дэмэдж заспавнившись и видишь то, что его подобрал кто-то не из своих, то это может означать то, что соперник добивает Рошана, например, в этот момент. Или в Смоуке куда-то бежит. А вот он и Смоук. Смоук есть яд. Санейка, но тут уже он заканчивает, а тут он только начинается, и выход от Эмперцев может получиться крутой. В спину. Все зависит от Санейка, сможете нажать Слип. И выйти уже, ребята, в контратаку смогут. Смотрим. Омнина это ебить, да. Омнина это может закрывать. Ой, боже, как круто это закрывать. Сатинг-шторм ставится. Хорошо, по-двоим, моментально. Убили Нагу, убили Умнина. Это самая главная цель, и на самом деле выбрали. Слипа больше не будет. Нага пока не покупает. Ставится Айспас. Сморфлинг теряет Айгис, но только Айгис. Аймбер, получается, Ани Тикс Липс этого урона мало. Все. Ну, Декад с ловушки. Как-то, правда, фокус пошел от ФНа в другую цель. Глимсует Уди назад, понятно. Ну, и Джокеру одного оставляют. Он просто отсюда убегает. Айфен нарочно погибал. Даже, как я понимаю, практически не перекачивался. Давал максимальный урон. Быстро погиб, вернулся и убил всех остальных. 4 в 0. Ну, и потеря на Айгис. Очередная выигранная драка за имперцами. Нужно сейчас реализовывать полученное преимущество. Доламывать вышки. Ставить какие-то агрессивные варды. Контролить баунти руны, естественно. Ну, и продолжать, возможно, дофармливать артефакты. Слушай, а имперцы все-таки идут дальше. У них есть Самоны. У них еще остались Некра после последнего тимфайта. И есть Аура Бестмастера. Можно попытаться. Можно попытаться хотя бы Т-3 вышечку тут как-то побить, погрызть, сломать. Правда, бояться нужно ультимейта Наги. Потому что она может всех усыпить. И уже тогда не очень приятные будут условия для сражения. Телепорт много очень. Зевс рискует. Зевс. Сетка. Окей. Зевсы здесь продают. Да, Зевс уже никуда отсюда не денется. Чуваш не успел убежать. Телепорт у него, судя по всему, также был в кулдауне. А саппорт Девс, между прочим, очень годно держится. 5200 у него по золоту, по Нетворсу. И уже там чуть ли не полагонима. Кажется, он поинт бустер успел себе купить. Да, поинт бустер успел купить. Ну ладно, четверть. Чуть больше. Четверть агонима. Хотят подцепить здесь кого-то имперцы. У Гостика есть ультимейт. Но если ты даешь ультимейт в Нагу, то ее прячут. Да, если ты даешь ультимейт в Д, то его спасает Нага своим сном. Поэтому без помощи этимейта здесь не обойтись. В таком ганке. Нужно больше людей. Слушай, на тупе, походу, будет рака. Все-таки выходит Гостик. Есть телепорт, ФН, В, форма. Окей, атака Нага. Они видели, что ОД слишком далеко. ОД приходит. ОД, что пострал. Неужели астрал? Нет, Зевс ультимейт. Есть репел. Санейка покажи. Санейка слип. Кастует, кастует, кастует. Успел, 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 успел. Окей, дальше что делать? Надо отсюда, ребятам, по-хорошему бежать. Будет Айспас. Отличный глеймс, но все-таки Айспас проходит. Непошка дальше. Верхняя прошла Девса. Полетел Эмбер. Надо за кого-то зацепить. Санейка получает фисты. Делает телепорт ОД. ОД уходит. Санейка так же. Снова отлично. Айспас перекрывает просто проход. Не дает пройти. Сейчас Санейка спасает драку. Должно было быть 3 в 4 в 0. И в итоге никого не смогли имперацию убить. Но было близко. Честно говоря, тут вообще не должно было возникнуть какой-либо опасной ситуации для Дайер. Потому что ОД имеет астрал 4 уровня. Он спокойно доставал этим астралом до своей наги. И спокойно мог его сейвить. Но в итоге он что-то в одну сторону побежал, в другую побежал. Уперся в этот забор. Из статик шторма с кинетик филдом. И потом его еще причинил Эмбер. То есть он в этом заборе вообще застрял. И скастовать астрал он так и не смог. Там на каких-то крапалях буквально выживают игроки Дайер. На кокс-клит ульт все кое-как уходят. Все могло быть намного, намного хуже сейчас у Дайер. Если бы быстрее забрали бы Нагу. Кэжуал топорик у Дизраптора. Кэжуал топорик, да. Дивардить. Фармить тоже можно чуть быстрее. Не так, конечно. Много дэмэджа он дает. Но в основном для вардов, конечно же, он приобретается. Ну что ж, Морфлик уже 14к. Намерен ФН купить тебе в дальнейшем БКБ. После манты линии сферы. Я думал, даже какой-то шатган себе купит на самом деле. Будет просто там с одного удара убивать Нагу. Да в этой игре ФН что-то не хочется делать шатган. Что странно. Можно превратиться в... Он не на это попытка забрать Джакира. Здесь у Наги нет ультимейна. Ну, допустим, как неуверенно прям шел, скажешь. Он прям нажал кнопки. Все, сразу глядет назад. Он байтит на себя игроков Дайер. Но помощь не оказалась подвлизости. Джакира сейчас-таки погибает впоследствии. Но размеры вы сами понимаете. Бейсмастер на Джакира. Бейсмастер был еще и со стриком. Пять сотен для арка. Ну, не то что камбэкают, но хотя бы преимущество у Эмпайр перестало расти. Как это было вот до этого. Как это было 15 минут кряда точно с самого начала. 40 копут. Уберется визаж на центре. ФН пытались его зацепить. Барабаны были использовали, но не получилось. Атос. Атос у визажа. Во как. Ну, вот какой-никакой контроль все-таки появляется на Эмбер Спирита. Что там, кстати, тебе Эмбер купил. Манту или Юл. Как-то редко мы видим его инвентарь. Ну, наверняка какой-то эскейп у него есть против сетки. Против Атоса тоже должно у него быть что-то. Против потенциального Атоса у Эмбер Спирита. Ну, 10 тысяч нетворс. Мы можем только гадать. Нет, в этот раз он решил без эскейпа играть вообще. Сделал себе молнии. Ну, тогда у него могут быть проблемы. Если его будут цеплять Атосом, он будет умирать. Потому что после Атоса пойдет айспас. После айспаса пойдет сетка. Или это может быть в каком-то другом порядке скастовано. Но то, что Эмбер Спирита можно ловить и убивать, пока у него нет какого-то артефакта. Типа Юла, БКБ или Манты. Это большая проблема для Эмпайр. Зевс потихоньку там нафармливает свой Аганим. Талант на ХПМ он уже взял. Появляется пика у ОД. 9800. Вот знаешь, вот Эмпайр как-то все равно не удается даже с таким большим преимуществом как-то вот настолько сильно доминировать на карте, что уже сопернику просто хочется ГГ написать. Да, вот все-таки наконец-то появляется артефакт защитный у Эмбер Спирита. Может быть покупать Линку плюс Манту плюс БКБ на Эмбер Спирите. Это перебор. Слишком много эскейп-артефактов. Но хотя бы один из них должен быть. Либо БКБ, либо Манта. БКБ это прям такой ультимативный артефакт на защиту. А, здесь уж и подавно. Против ОД. Против Слипа. БКБ это прям действительно ультимативный артефакт. Но именно на защиту. Потому что статов он не так много дает полезных для Эмбер Спирита. А Манта помимо того, что позволяет тебе сбрасывать себе сетку, сбрасывать себе Атос, она дает тебе скорость передвижения, что полезно для Эмбера. Глемс, Визаж. Хотят его очень быстро убить. Да и птичек за компанию. Да, это происходит. Это происходит нереально быстро. Выкупается Визаж моментально. У нее есть ультимейт. Слип от Наги. Но Макропира использована из паса тоже нет. То есть, что дальше? Дальше-то что? Окей, Гвардия Нэнджел. Сразу же рора. Репел на себя от Эфена. Репел на себя от Эфена. Эфена начинает бить. Но там Гвардия Нэнджел. Бить пока смысла особо нет. Магии не так уж и много. Пробивает Бейсмастера. Погибает Нага. Нага уже все, что нужно, сделала. Эмбер пытается просто улететь. Кинетик фил ставится от Дизраптора. Эмбер уходит. Заставили Визажа выкупиться. Интересная была стратегия. Просто нажать Га и пойти вперед. Га пока сбить понятно нечем. Эмбера столько магического урона не было. Но все. Конец. Конец драки? Конец драки. Конец драки, да. Рошана следующего мы ждем. Мы ждем следующего Рошана. Потому что за него как раз должны будут обязательно побороться Дайр. У них хороший пик для того, чтобы Рошана забирать. Если они там поймают в неловком положении игроков Эмпайр, они могут дать хороший сон, скастовать на Майспаз, задизейблить, убить, забрать Рошана и захватить доминацию на карте. Все еще верю, что Эфен все-таки купит шотган. Может даже после БКБ там. Или что-то еще нет. Скаде. Полное игнорирование. В этот раз он берет талант на длительность морфа. Потому что снова есть хороший герой. Вот этот талант от 20-30, ладно. 30 скорости атаки это на самом деле не так уж и много. Для такого агильщика как Морфа. У него хороший прирост ловкости. И тут в принципе у него много ловкости. Попытка задизейблить его. Но не знаю, что с байбэка Визаж. Если его убить, то будет очень много времени. Там где-то минута. Зевс, ультимейт, чайны. Пока с этих штор не ставится. Есть рор. Хорошо врыв. Сразу же он на это убивает. Как же больно. Фисты залетают. Погибает. Жакир Эмпер. Потел. Просто все ремнанты выдают. Погибает. Визаж 3 в 1. Ну и все просто становится. ГГ прописывают. Вот даже так. 28-ая минута. Я честно говоря... Только что ты говорил, что типа ну ГГ еще прописывать пока не хочешь. Знаешь, то, смотри, преимущество тогда. И тут все меняется. Ну они убили Визажа с байбэка. И правда можно было. Ну да, наверное, после того, как Визажа убили, который выкупался, потеряли бы линию. Ну линии Литвей, преимущество было там 25к. Отыгрываться с такого преимущества. Лучше написать ГГ, пойти к этой дальше, чем сидеть в тильте и пытаться дайфинг. Вот сейчас мы наблюдаем типичную ошибку метовую. Когда ты берешь, например, умни Найта, которому никто вообще не помогает. И Морф стоит на фулл фрифарме. Вражеский керри на фулл фрифарме. Вот что он делает с твоей командой. Да, ну не думая все. Ну в общем-то на пятом месте сказали, что по ходу тут уже все понятно. Много героев есть хороших против Морфа. Акс, он его по игре ловит. Если Морф перекачан, он просто сам себя убьет. Пик-то реально был похож на ту карту, которую мы делили Эмпайру от предыдущей против Гамбит. Но тут, да, тут прям эфон разошелся. В общем, как Эмбер. Ладно, карта завершена. Передом словом нашей студии-аналитики. Врываемся мы с послематчевым анализом. У нас вместо Inmate приходит Light of Heaven. Он же Дмитрий Lost, как его принято называть в простонародье. Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Только после того, как по отчеству обратился, сразу поздоровался. Дим, ну, в принципе, так как ты к нам зашел вот только сейчас, у тебя есть возможность взять первое слово касательно анализа прошедшего матча. Почему так быстро? Почему так просто? У нас просто на квалификациях весьма длительные встречи зачастую. Давай я первое слово возьму, а Дима дополнит. Хорошо. Тут очень много нового. То есть, вот, ну, прошлая игра была, там был Doom. Вот против Doom нужно было каждому персонажу, каждому кору собирать какие-то защитные артефакты. Здесь этого Doom нету. Здесь даже этого Doom нету. Здесь есть Omni-Night против Morph'а, которая дает не то, что какой-то минус, да, то, что на тебя сейчас накинет какое-то заклинание и все, ты ничего не сможешь делать, но тебе плюс дает твою Morph'у. Ты просто прощаешься в Omni-Night, кладешь на себя Repel, и тебе не нужно собирать Black King Bar, и тебе не нужно собирать какие-то защитные артефакты, там все равно. Не, Morph'у все равно собрал там Линкенсферу эту, Манта-Стайл, но еще плюс к этому у тебя халявное БКБ появляется, ты репел, ты не тратишь там 3 900 денег на то, чтобы тебе приобрести артефакт, который будет тебя спасать против магии. Это раз. Во-вторых, Ember Spirit, он тоже не собирает защитные артефакты. Да, он там собрал второй БКБ, но он первым собрал себе Майл Штром, наконец-то, собрал себе дэмэдж первым итемом, а не стал собирать, я там тоже самый Манта-Стайл, Линкенсфера и так далее, хоть кто-то начал дамажить. Вот, отсутствие дума просто очень жестко повлияло на игру, а так, да, так, ну, по-хорошему комбинация должна была работать у ребят из АФК, потому что Morph'а, может, был спокойно под комбинацию Нага-Сирена. Дизайблс не хватает, но под одну комбинацию можно было спокойно фокуснуть. Ты кидаешь сон, ты подходишь, айспасом просто пока у Morph'а не появился блокенбарг, кладешь айспас и быстро фокусишь его. Там спасать нечем, просто тут нечем спасать. Да, я еще добавлю, что вот если посмотреть на пик, я вот пришел, на самом деле, только что, я тут проснулся 5 минут назад, поэтому нужно было срочно врываться на работу, и я посмотрел на пик, увидел, что очень мало контроля. То есть, по сути, хорошим контролем в этом пике считается сетка Наги-Сирены и, может быть, айспас Джакира. Айспас, наверное, первый контроль, которым ты можешь остановить Morph'а. Он будет в стане, он не будет перекачиваться, ты просто его будешь убивать. Да, только фишка в том, что этого контроля не хватает. Плюс в некоторых случаях Эмберспирит и Мортлинг могут быстренько уклоняться от любого контроля за счет вейформы, за счет ремнантов Эмберспирита. И в данном случае Эмберспирит почти каждый замес делает, что хочет. Он врывается в толпу, он убивает стабильно одного двух героев, потом кидает ремнант обратно и спокойно уходит. Ну, честно говоря, это провал, когда весь контроль у двух саппортов, как бы двумя саппортами очень трудно выиграть доту. Вот здесь Фэна разорвали как раз-таки под этот айспас, он не смог там перекачку включить, может быть, был в стане, но это единичный случай. К тому же у него еще и Айгес. Да, плюс ко всему он с Айгесом был, после которого он встал, там раскидал оставшуюся команду, которая, наверное, уже и не осталась. У нас опять ОД проиграл. Вот к чему можно еще свести аналитику. ОД в очередной раз был взят, в очередной раз этот герой ни к силу, ни к городу оказался. Смотри, можно вернуть к Бингу? Можно ли судить айспас как полноценный стан, который станет кабана и птицу? Режиссер. Тут вопрос скорее механика этого сплана. Стан в кабана и птицу. Тебе нужна та же стан или вот такой вот АУЕшный? Нет, смотри, говорят таргет, во-первых. Во-первых, говорят таргет, во-вторых, айспад все-таки как механика работает не как оглушение, когда оно на тебе висит. А как обморожение? Ну, ты когда в айспаде стоишь, какой у тебя эффект? Оглушение? Не могу точно сказать тем. Если не оглушение, то это не стан. Может это какой-то своеобразный рут, где ты еще и двигаться не можешь. То есть надо... Где фишки? Где фишки онлайн? Фишки ТНС тоже не были. Да, где человек, который бы сейчас нам пояснил за механику? Я вам поясню за механику на следующей карте. За любую. За айспад, за все что угодно. Тебе нужно подготовиться? Нет, мне нужно зайти на компьютер, и я все быстренько протечу. Проходи, мы здесь... Вот этот компьютер работает. Не сейчас, не сейчас, не сейчас. В общем, вкратце, вообще должен быть стан, потому что как бы кастовать из него нельзя, двигаться из него нельзя. Может не перекачиваться. Да, соответственно, это должно быть станом. Вот, в целом, я бы сказал, что здесь тотальный аутдрафт. Я вообще, вот, когда я вижу этот пик, я не понимаю... Блэкхол тогда тоже должен считаться станом? Блэкхол, там немножечко другая фишка, он в АОЕ действует. Вот, но это же тоже должен... Так, в смысле, айспад не в АОЕ действует? Нет, айспад тоже в АОЕ, я согласен. Да, вон. Видишь, на Блэкхол же это не стан? А там вообще, я помню, что не написано, когда Блэкхол дается. Под Блэкхолом там, по идее, просто... Это отдельное, это исключение. Это Блэкхол. Это Блэкхол. Да. То есть есть определенные сплы, под которыми ты тоже, как под станом, не можешь сделать абсолютно ничего, при этом станом это не является. А что же... Телекинез, в привычном своем понимании, это же не стан? Телекинез, пока не опустил на землю, это не стан. Да, но ты же не можешь, пока ты поднят ничего, что ты с собой не можешь сделать, не нажать ничего. Это вопрос к разработчикам, что это? Это вот как бы механики, которые вроде бы и стан, ты прекрасно понимаешь, что это якобы стан. Но как механика внутри игры, это не показывает заглушение. А к чему у нас все вот эти вот разговоры? Потому что бинго, бинго. Бинго, бинго. Вот такая штука. Тут что-то должно происходить у тебя. Вот, допустим, факер зевает эфир, и ты должен отмечать, играл в лото? Конечно, играл. Вот, это то же самое, как лото. Если что-то происходит, ты вычеркиваешь. Проверка на пенсионера пройдена, как бы, Димон, такая ненавязчивая, в лото играют только пенсионеры, поэтому... В общем, вкратце, Керри Видош не вывозит против мобильных героев, потому что его птички летят, они кого-то хотят бить, они вот так вот идут, 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 начинают бить морфа, и он делает вейфаут. Нет, у нас была предыдущая игра, там тоже был Керри Видош, но там в вражеской команде был дизайбл краслицы Дума, и этот Дум оказывался либо на Эмбер Спирити, либо на морфе. И тогда Керри Видош при большом количестве артефактов у этого визажа было мало, он ломал щи. То есть, по-любому, по-другому был хороший герой, который не позволял кастовать заклинания. А здесь Эмбер, вот его начинают бить птички, он просто взял и улетел, и птички снова за ним летят. Птички бьют морфлинга, он тоже просто взял и улетел, и птички за ним снова летят. То есть, как бы весь замес, птички, они просто за кем-то летают, и, соответственно, без хорошего контроля Видош смотрится так себе. Просто птички, они весь замес летают, и от них убегают противники. Просто нехватка дизайбла. Да. Большая нехватка дизайбла. Грустно, грустно, конечно, что не получилось у Авка 20 минут навязать нормальную борьбу. Команде Эмпайр, вот буквально с самого начала у них начались проблемы. Что же касается матча Вега-Сквадрон против своих оппонентов из команды Дабл Даймэншн. Насколько я понимаю, там Дабл Даймэншн, когда мы уже отходили к аналитике, лидировали. Там 11-9 счет был. Но там по Нетворцу очень хорошо все было у Медузы. Поэтому вполне возможно, я сейчас как раз зайду на твич, хоть и с 5-минутным дилеем, а это двойной дилей для зрителя, потому что для зрителя это будет 10-минутный дилей. Так, давайте посмотрим, давайте оценим, что там у нас происходит. Победили Дабл Даймэншн, насколько я понимаю. Вроде бы. Вроде бы они победили. А это значит, что у Вега-Сквадрон счет 0-3. У них сегодня матч против Fly2Moon. И если тут они...